На Сахаровском шоссе в автомобильной аварии пострадали два человека. Это случилось у поворота на Авакумова. Шевроле Лачити под управлением 70-летнего мужчины, выезжая со второстепенной, не предоставила преимущества вазу 14-й модели. В результате столкновения пострадали водитель Шевроле и 70-летняя пассажирка Ладе, пострадавший доставленную в больницу. Другое ДТП произошло на Комсомольском проспекте в Твери. Лада Калина при повороте налево не предоставила преимущества встречного Митсубиси. В результате столкновения пострадала пассажирка Ладе, 6-летняя девочка. Ребенок сидел сзади в удерживающем устройстве, был пристегнут. Еще один пострадавший из-за непредоставления в движении. В Вышнем Волочке на трассе «Россия» ВАЗ-2107 не уступил дорогу встречной «Газели». Пострадал виновник, водитель ВАЗа. 8 июня накануне празднования Дня России молодые сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов приняли присягу. Младший церемоний Андреев присягу принял. Поздравляю с принятым присягой. Торжественная церемония уже традиционно проходит в музее Калининского фронта. Нам все-таки кажется, что эти стены, они придают еще большую торжественность. Кроме того, мы теперь люди военные, у нас у всех специальные звания на плечах погоны. И чтобы именно в этот момент наши новобранцы все-таки еще больше понимали, какая мера ответственности на них ложится. Потому что после прохождения испытательного срока, вот все, они уже стали настоящими судебными приставами. Поэтому, мне кажется, это очень символично. И мы видим, что действительно на ребят и на девчонок это очень полезно действует. На верность закону просягнули судебные приставы из Лихославского, Кашинского, Конаковского, Зубцовского, Старицкого, Торжокского районов. А также отделение судебных приставов по взысканию алиментных платежей. Младший лейтенант внутренней службы Боклер присягу приняла. Поздравляю с принятым присягой. Сегодня были и судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, и судебные приставы исполнители. То есть это не только город, но это область. То есть как раз-таки все наши направления деятельности, наши службы. Слова присяги по убеждению Надежды Семеновой – это не просто слова. В присягу заложены основные принципы российского государства, а именно соблюдение и исполнение предусмотренных законом обязанностей. Служу России, служу закону. Каждый присягнувший поклялся соблюдать Конституцию и законодательство России, защищать права интереса ее граждан, достойно переносить трудности, связанные с исполнением служебных обязанностей, соблюдать дисциплину, установленный порядок служебных взаимоотношений, хранить государственную тайну, дорожить своей профессиональной честью. Сейчас мы как раз-таки не придерживаемся каких-то определенных форматов. То есть вот мы в этом году проводили и к 9 мая, и к 12 июня. Если у нас будут новобранцы и к 1 ноября, то обязательно проведем присягу и к нашему профессиональному празднику. Но новобранцы будут? Идет молодежь в службу? Да, думаю, что будут. Тем более, что сейчас был небольшой отток тех, у кого истек предельный, наступил предельный возраст, мы всех ждем, особенно молодых, тех, кто действительно хочет служить на благо государства.